Добрый день дорогие подписчики и сегодня у нас продолжение видео китайской изули. Кто не видел предыдущее, вкратце скажу. Я купил вот этот ножик за 16 американских долларов и в принципе он очень сильно напоминает американский ножик, сделанный в Америке. В частности упаковка и все остальное. Значит, я немного заплел его паракордом. Сейчас для тех, кто будет плести, поделюсь немножко опытом быстренько. Значит, во-первых, делайте это в ножнах, то есть запихнули в ножны и погнали плести. Во-вторых, попробуйте сначала потренироваться на обычном шнурке. Это значительно сэкономит вам время на самом деле. Во-вторых, обзаведитесь какой-нибудь деревянной свайкой вместо отвертки, которой очень легко пропихивать паракорд, заплетая его. Почему? Потому что вы не будете царапать покрытие. Я не знаю, поцарапалось оно или нет у меня, но я так думаю, что нет. Но все равно я так предполагаю, что если бы я хотел вдруг сплести вот это все дело чуть-чуть плотнее, мне бы пришлось прилагать больше усилий. Итак, про паракорд закончили. Ну что ж, я одену, пожалуй, перчатки, потому что безопасность прежде всего. Ну, значит, у нас вот сосновая палочка есть небольшая. Значит, она, в общем, не очень здоровая, меньше, чем мой предыдущий Гранд Петрович, но, опять же, она немножко и помягче. И сейчас мы посмотрим на то, как китайская изула с этим справится. Погнали! Значит, заточку я ножа не трогал и трогать, в принципе, пока не собираюсь. Вот на этом кусочке это будет первый тестик нарез. Я вам постараюсь передать единственное, что свои ощущения, наверное, а не, там, не знаю, остроту клинка. То есть определить потом, как человек режет дерево, насколько острый клинок, и с какой он там стали состоить, на самом деле практически невозможно. Потому что есть люди, у которых есть навык резать, а вот есть люди, у которых его нет. Так вот. Сначала мы порежем вот эту вот деревяшку, а потом мы выйдем в поле и порежем какую-нибудь ветку. Ну, что я вам могу сказать. Впечатления От заточки из коробки Вполне себе Такие, какие должны быть От шейника. То есть, нифига особенного я сейчас не ощущаю. То есть, на самом деле, Такой ножик, например, как Некер От Энза Резал, по-моему, точно так же, если не хуже. То есть, осведения у него и сталька должны быть получше. Продавцом, вернее, не продавцом, а производителем Обычно заявляются разные типы стали. То есть, в частности, Вот под этот нож заявлялось 440 систа. То бишь, Ну, практически пищевая нержавейка. Значительный минус дает, конечно же, Вот это прекрасное покрытие. Кстати, заметьте, покрытие не облазит. Ну, по каместву, во всяком случае. То есть, что говорит о том, что Ну, более-менее качественно. Китайский муравей Грежет деревяшку Очень даже хорошо. Я могу сказать, что Даже офигенно. Почему? Блин, она Твердая. Недостаточность рукоятки, конечно, Сильно ощущается, но Опять же, Честно, Лучше, чем на Всех предыдущих маленьких ножичках, Которые у меня Есть. Без перчатки Руке бы мне, конечно, Моей руке, конечно, Не поздоровилась На такой работе. Я вам могу сказать так. Я не могу сказать, что Заточка ножа села. Фокус Ау Фокус То есть В принципе В принципе Очень неплохо, да? Еще раз напоминаю Заточка Из коробки Хорошо видно? Блин, давно я нифига По дереву не резал. Ой, как долго О' 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...